Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео хочу вообще сегодня снять такой домашний влог. Расскажу вам, покажу, чем я вообще сегодня буду заниматься. Хотя уже 4 часа вечера и сегодня 1 апреля. Так что если вам интересно, сейчас я вам покажу, какая у нас погода. Прямо весенние. Метет просто метель какая-то. Даже сзади там домов вообще не видно. Конечно, да. Вот такая вот у нас опять зима наступила. Так что пора уже затариваться подарками. Скоро опять же Новый год. Хочу вам показать моих новых друзей. Мне, в общем, подарили таких вот маленьких рыбочек. Они очень-очень маленькие, поэтому вам, возможно, их будет не видно. Вот тут одна. Вон все три приплыли. Это рыбки гуппи. Наверное, самые распространенные такие аквариумные рыбки, которые совсем неприхотливые. Вот им сейчас где-то недели три, наверное. Совсем были такие маленькие мальки. Поэтому вот мне их дали. Очень, конечно, рада. Это вообще мои первые рыбы в жизни. Поэтому мне было было и есть. Очень интересно так за ними наблюдать, рассматривать там их. Очень, конечно, интересно и занимательно. А у вас, расскажите, есть какие-нибудь домашние животные? Может быть, у вас есть какие-то рыбки? В общем, расскажите что-нибудь такое интересненькое. Я вот недавно позанималась со своим новым спортивным инвентарем. Это такой вот мячик мягкий. Называется он фитболки, я уже узнала. На нем можно делать различные упражнения. На пресс, на ноги подкачивать, внутреннюю поверхность бедра. Спину очень хорошо. Он как бы укрепляется делать упражнения на спину. То можно еще и равновесие свое исправить, или как-нибудь так, ну, держать равновесие, сидя на нем. Очень мне он нравится. Поскольку в нашем фитнес-клубе очень огромные цены, то мы с моим любимым решили заниматься дома. Ну, как дома. Пока асфальт заметен снегом, то, конечно, дома. А так потом можно будет бегать в стадионе, когда снег уже растает, и заниматься здоровым образом жизни. Кстати, да, в последнее время я так очень... Ну, мне нравится эта идея, то, что здоровый образ жизни, и не потому, что это, не знаю, просто нравится, а потому, что я именно понимаю, что это очень хорошо для здоровья, и, как сказать... Ну, в общем, в последнее время я именно слежу. Я ни на какой диете не сижу, я именно слежу за тем, что я ем, даже не столько, сколько я ем. Ну, конечно, это тоже, но я, конечно, на весах ничего не взвешиваю, я просто именно слежу, стараюсь не есть такое очень много соли, сахара, и вообще... Ну, в общем, я слежу. Вот здесь у меня уже сложены мои грязные кисти, так что скоро пойду мыть их уже. Да, еще хотела бы вам рассказать, не знаю... Нет, в общем, не помню, по-моему, я вам про это средство уже рассказывала, ну, или не рассказывала, так, может быть, мельком. Это вот такой вот увлажняющий крем от фирмы Simple. Это такая, ну, не сказать, что органическая марка, а такая, ну, более-менее натуральная. Здесь нет таких одушек, никаких красителей, парабенов, по-моему, тоже нет. Ну, такого всего плохого здесь нет. И мне очень нравится этот крем, поскольку кожа у меня сухая довольно-таки, то этот крем просто отлично. Во-первых, он отлично служит такой, как базы под макияж, хорошо тональный крем на него садится, и этот крем очень такой питательный, и если у вас сухая кожа, то, конечно, советую вам присмотреться к нему, потому что он очень сильно питает и хорошо питает кожу. После нанесения нет такого ощущения, что куда же делся мой крем, потому что очень много, я уже с этим сталкивалась, что очень много кремов, вы просто как бы их намазываете, и всё, куда-то увлажнение исчезает, или его вообще не было. А так, здесь крем впитывается очень быстро, но при этом увлажнение ощущается, и это мне очень нравится, поэтому я его брала на пробу, здесь у меня 50 мл, и у меня в планах хочу купить тоже этой марки крем, только с таким желтоватым, по-моему, какой-то рисунок желтоватый, тоже 50 мл, куплю попробовать, потому что мне кажется, что лучше купить такую, ну не скажу, что это мини-версия, всё-таки она такая довольно объёмная, но лучше купить не очень такую большую версию, ну не полноразмерную, а такую небольшую на пробу, потому что вдруг большая не понравится и так далее. Кстати, в последнее время мой просто такой фаворит в еде, это такие вот, как называется, пудинг шоколадно-ванильный, ну там у меня в принципе разными нравятся и просто шоколадные, он тут такой двухцветный, шоколадный и ванильный, очень мне нравятся пудинги, как-то я помню, давно мы с мамой пытались его сделать, и, ну конечно же, он не был похож на покупной, всё-таки, мне кажется, это особо невозможно сделать пудинг такой, как продаётся в магазине, но вот эти пудинки, даже не именно вот эта фирма, какая-то Мио де Лизи, ой, вот, Мио де Лизи, нравятся мне в принципе все, пудинги, есть такие пудинки в такой длинной, такой продолговатой банке, тоже мне нравится, конечно же, там много, наверное, сахара, и они не очень-то полезные, здесь, сейчас вам скажу, 102 калория, ну примерно 100, ну да, 102 калория примерно в этой баночке, это, конечно же, много, но если не есть их просто килограммами, то, в принципе, нормально, также у меня здесь лежат яблоки, мандарин, и сегодня купили, мне тоже нравится этот чай, Нести, зеленый чай с лимоном, вообще, как-то мне раньше, ну я в принципе их пила, но не так часто, но сейчас мне очень нравятся эти чаи, Нести, все равно, если сделать обычный чай, и, ну, он остынет, вкус какой-то не такой, конечно, здесь много не очень полезного, но... у меня, в общем, закончилась память, но я хотела сказать то, что такое химическое и не очень полезное обычно бывает вкусное, поэтому, конечно, злоупотреблять такими пудингами не стоит, но иногда съесть такой очень даже вкусно. Кто еще не заметил, я немножко так отемнилась, потемнела немного, я покрасилась оттеночным шампунем, если кому интересно, это вот такой оттеночный шампунь Тоника, у меня это оттенок 6,5 корица, вот так вот он выглядит, мне девочка подписчится или не подписчится, ну, в общем, в комментариях мне там девочка написала, что этот оттеночный шампунь хороший, и на самом деле мне он, в принципе, понравился, пока у меня это, наверное, четвертый или третий день, пока он не смывается, все нормально, и самое главное, почему я его взяла, это потому, что он без аммиака, также здесь формула активного блеска с экстрактом белого льна, свет плюс уход, вообще, я вот этой тоникой никогда не пользовалась, и здесь написано, что вот эта всю упаковку, здесь 150 миллилитров, можно растянуть на 3-4 раза, у меня получилось как-то, я, конечно, как обычно ничего не читаю, поэтому у меня практически вся бутылка ушла на один раз, но надеюсь, это уж не так плохо, зато свет подержится подольше, я только что пришла с магазина, и вот решила вам показать, что я приобрела, в общем, я купила, я купила клубнику, здесь ее не очень много, 250 грамм, травку рукколу, в последнее время я просто обожаю всякую траву, такую, как салатную, руккола мне нравится тем, что, во-первых, она, конечно же, полезна, много витаминов, минералов, и на вкус она такая, как редька или брюква, такая, ну, немножко такая остренькая, мне очень нравится, купила бананы, это я буду делать смузи, апельсин, киви, помидоры на ветке, они больше, чем черри, но, конечно же, меньше, чем обычные помидоры, очень мне нравится покупать именно вот эти на ветке, потому что они слаще как-то, а черри мне не очень нравится, больше все-таки нравятся такие, так что, чуть позже я буду делать смузи, так что, если вам интересно узнать, как я буду его делать, то, пожалуйста, оставайтесь вместе со мной, кстати, да, забыла вам сказать, что это уже второй день моего влога, такого домашнего, и сегодня уже 2 апреля, у нас выглянуло солнышко, если вам интересно, я покажу, не само солнышко, а то, что уже погода такая, в общем, все тает, конечно, вам возможно будет не видно, тут вон засульки у нас, но погода очень хорошая, небо такое чистое, прямо такая, правда, весенняя погода, надеюсь, снег у нас больше не выпадет, так что, если вам будет интересно увидеть, как я делаю смузи, то не переключайте. Для приготовления смузи нам понадобится 1 банан, ну, обычного размера банан, поскольку у меня банан маленький, то я взяла полтора, 2 киви, 1 апельсин, конечно же, все это мы хорошо очищаем, и киви также от кожуры, и от сердцевинки, от этой, также нам понадобится 10 лепестков, листиков, бэйби шпината, именно бэйби шпината, потому что он такой маленький, и лучше его использовать, также понадобится стакан чистой воды, все это мы закладываем в наш блендер, и до однородной консистенции все там это вмешаем. Вот такие получились пузырьки, тут пенка небольшая, очень вкусно пахнет все это, этот смузи очень-очень богат витаминами, минералами, поскольку здесь находятся все очень вкусные травки, какие-то сухие, и, конечно же, такой, как день по утрам, очень полезный путь. Он вот так вот, вы видите, такой, такой, зеленоватый цвет, тут вот у нас видим наш шпинат, наверное, вам не видно, тут засвечивает солнце, он такие вот зелененькие, шпинатенькие плавают, на вкус он очень такой кисловатый, если вам нравится кислый вкус, то вам, надеюсь, он понравится, также чувствуются кусочки, если вы хотите, можно еще, как бы, все размешать, чтобы было, кажется, такая, но этот напиток очень-очень вкусный, и он заменит вам полдник, поскольку здесь очень много, как я уже сказала, всего полезного, и если вам понравилось делать вместе со мной такие смузи, поставьте, пожалуйста, моему видео пальчик вверх, также напишите, какое, если вы вообще, ну, употребляете, и вам нравится пить смузи, то напишите рецепт самого вашего любимого, мне будет очень интересно почитать, и всем спасибо за просмотр, пока!